начинаю постепенно открывать розы мне нужно работать в розарии да и везде вот участками сколько могу столько буду сейчас открывать здесь роза есть плетистая вместе с гортензии крупнолист на бесконечное лето всех спрашивают как она у вас так уживаются ну вот как то вот открыла эту розу плетистая называется лагуна розовая очень красивая ну смотрю вот это место мне не нравится конечно хоть вырезай а так ну так-то зимовка нормальная а уж там какие бывают вот поломы да все от такого количества снега еще как она здесь удержалась я вообще не знаю не переломала ее а вот этот центральный побег сейчас буду смотреть ну вот с этой стороны вроде ничего ну вот видите вот такие всякие разные штуки нужно вырезать а потом буду их обрабатывать но сейчас вот тут открою посмотрю как гортензия крупнолистная я знаю что она перезимовала уже хорошо часть укрытия здесь я уже с нее сняла здесь было специальное такое укрытие теплое прямо как ватная даже как байково одеяло я вот постепенно слои снимала но сейчас открою посмотрю сегодня пасмурный день вот и пусть она пока под пасмурным днем без солнца чуть-чуть проветрится ну вот здесь вот роза плетистая сейчас вот вылетела из головы знаю что название у нее такого прямо матюгательная но она уж очень красиво у нее просто бархатные бордово-черные цветы она очень медленно растет но вот смотрю сейчас прямо живая живая наверное и было очень хорошо ну с укрытием с гортензии вот тут веточка перетерлась естественно сломалась но тоже ага и вот это вот это очень плохо потому что на этих побегах были бы цветы ну а в принципе вот говорю зимовка хорошая если бы не столько снега видите здесь на 5 или 6 различных материалов и даже кусок из-за спана у бориса частинула вот постепенно как как лук очищаю теперь давайте посмотрим как перезимовала гортензия бесконечное лето крупно листовая посмотрите я считаю что перезимовала отлично вот цветочные почки верховые ну вот здесь вот например веточка нет две веточки но все равно все остальные вот она вся вся живая вся живая я считаю что перезимовала отлично но это не говорит о том что я ее оставлю в таком состоянии потому что он у минус 7 передают на днях поэтому я ее буду закрывать но немножко по-другому необходимо просто вот сниму сейчас эти все дуги чтобы она все таки уже принимала стоячее состояние чтобы выпрямлялась поэтому вырежу сейчас часть побегов покажу что получится от жадности сильно обрезать не буду несколько побегов обрезала ну и все пусть теперь растет цветет дуги несколько дуг далеко не убрала буду на ночь заворачивать и и но о том как укрывала конечно же видео были говорю еще раз что очень много слоев и такой интерес так интересно вернее когда что-то открываешь после зимы находишь всякие чудеса вот здесь нашла какой-то присаженный побег сначала даже не поняла что это ну такое ощущение что гортензия еще одна может быть детка от этой гортензии но наверное потому что другую никакую бы я сюда не посадила сама не знаю вот такие сюрпризики ждут а кучка была высокая мох сейчас отгребла уже частично и укрывала смотрите вот таким толстым материалом но не под ложка под ламинат эта толщина тут сантиметр изо спан на нем несколько слоев спанбонда и еще вот толстый укрывной такой материал специально он меня уже убран ватин такой он продается специально для укрытия там гортензии роз в общем вот такой новый материал для меня первый раз купила но теперь вот сейчас все это дело опять надо просушить и убрать до следующего года ну а кусок спанбонда оставлю на укрытие весь укрывной материал складывают в такие мешки и на мешке пишу гортензии или розы там один розарий 2 розарий или отдельно стоящие розы потому что осенью когда начинаешь искать где что лежит а потом еще путаться какие там куски это целое для меня наказание а так буду четко знать что в этом мешке не необходимо укрыть с этого мешка использовать для укрытия гортензии но теперь мне надо снять вот это безобразие этот длинный розарий мой который как не разбила снегом не знаю он конечно провис просел но ведь не сломался а снега здесь было тоже ну буквальном смысле два метра это без преувеличения это все я показывала на канале лоди свет вот это все мракобесе и вот необходимо сейчас убрать мне все клумба здесь замульчирована ветками я ее снимать не буду вот эту мульчу потому что он ну скоро вот видите тюльпаны впереди гейхеры потом идут пионы а на заднем плане флоксы и это потом ничего видно не будет зато мне не надо полоть но сейчас я вот это все что растрепала здесь ветром все снимаю и смотрим что там но как просел розарий ужас один что но смотрю все розы живые и так сейчас отвяжу все доски никогда такого не было вот у меня здесь вот эти подпорки которые служат подпорки для пионов видите сколько было вот здесь наставлены и вот где как раз самая большая куча снега конечно вот так просев но думаю что ничего главное розы не сломала да если сломала здесь розы такие парковые высокие можно и подрезать сейчас сниму все уберу и покажу что есть мне интересует даже клематис и тронулись ли в рост как перезимовали вот это для меня даже важнее чем розы ну что розы чувствуют себя отлично и вот отлично кто чувствует вот посмотрите что делается целые колонии я просто не могу еще ничего не успели они уже даже на побегах сидят вот клематис мой обычно он в это время почки набивает я чего-то не вижу но есть конечно но пока не активный дальше роза нормально роза великолепно здесь супер роза этот клематис вот так весь чувствует себя живой при живой отлично ну и там вот клематисы тоже не очень так что ну розы перезимовали хоть и упала это укрытие но прекрасно вот дорогие друзья смотрите еще ничего не успела и растительность то еще не успела проснуться зато вот эта нечисть который меня просто добивает в огороде последние наверное 4 года вот так себя уже прекрасно чувствует подумала наверное что какой-то зеленый стебель прекрасно ползет на шланге как раз смотреть на нее ну просто красота а вот бороться пока мы не можем проигрываем на всех фронтах но до чего же они меня бесят и погода разгулялась пока я начала делать даже солнце вышло теперь хочу вот здесь открыть вдоль беседки здесь у меня клематисы молодые клематисы посмотрю как перезимовали даже еще ни разу не открывала посмотрите жималась как пошла есть здесь тепло с северной стороны беседка прикрывает и она растет прямо на юге вот скоро и зацветет давайте тут откроем тоже была под снегом вот видите старая качель я приспособил в виде парничка кстати очень удобно может сейчас перенесу и такой же парничок сделаю для первой редиски ну что снимаю парничок вроде когда же сейчас видно что все хорошо все живые клематиса конечно же но вот у этого голубой клематис вот ведь как веточки почему-то обломались хотя он тут даже на почках ну ладно посмотрим что будет вот этот почки пока не показал не показал этот весь хорошо перезимовал на почечках тут тоже клематис живой почки зеленые дает ну а княжику княжику больно хорошо еще и под укрытием княжик конечно же весь на почках при почках ну все пусть теперь немножко подышат разокучиваю скоро подкармливать делать опоры подрезать в общем пока только сегодня снимаю а потом уж пойду по участкам приводить все в порядок ну и приступаю к разбору самого большого безобразия в нашем саду самого центрального это укрытие центрального розария тем более мне здесь предстоит ну достаточно много работы работу нужно выполнить будет сейчас пока розы ну не стали отрастать поэтому прям вот на днях и начну а что буду делать конечно вам сниму буду разряжать этот розарий по-другому все делать в общем то он не надоел рост слишком много в одном месте трудно за ними ухаживать все кто писал были правы поэтому что-то я здесь должна предпринять но сначала посмотрим как здесь все перезимовала тоже смотрите ничего не рухнула слава богу все-таки значит мое укрытие над которым всегда смирю смеется борисович мое укрытие нормально служит уже не знаю сколько лет очень много и мой метод укрытия все-таки работает вот выдержал в этом году такую толщу снегу мне этот снег наверное уже честно снится я вот сколько раз вам сейчас сказала но это правда никогда не было уж таких сугробов не было у нас никогда как в этом году вот еще дорогие друзья видите снег остатки еще лежит вот ну а я посмотрю что здесь у нас будет делаться как же ненавижу эти спонбонды друзья дорогие вот честное слово отличный материал хороший материал защищает от морозов и от солнца без него вроде никак но с ним тоже но за все он зацепится и я вместе с ним уже сто раз упала ну что розарий тоже видите как прогнулся но вот эти вот решетки мои вот эти зеленые все-таки они я считаю что большую роль играют спасают просто просто спасают потому что плотно укладываю и они не дают просаживаться этому снегу и отлично действует поэтому хорошее это дело но никогда такого прогиба у меня не было ну сейчас доски сухие хорошие уберу штабель как всегда понадобятся для осени и разбираю всю конструкцию которую я всегда называю корабль а эти опоры теперь не будут нужны по назначению где они стояли каждый год стояли они у длинного розария клей с клематисами потому что борисыч ну то есть вот там где я только что разбирала потому что борис там будет строить такую мы купим такую заборную сетку туда вмонтируем несколько столбиков и сделаем такой сетчатый забор виден он не будет но по нему будут виться клематисы высокие розы стоять и это будет более лучше чем вот эти вот обелиски такие потому что они гнутся в том году от ветра вся моя шпалера с клематисами чуть ли не легла но они не пропадут я их установлю и покажу вам куда чуть позже и по ним будет виться другие культуры ну если все хорошо конечно так что пригодятся мне только по другому назначению не цветочными как же хорошо дорогие друзья стала без этих всех укрывашек-закрывашек просто прелесть вот такой розарий и что здесь мне предстоит сделать я вот буду вытаскивать отсюда все камни часть роз удалю не знаю еще куда их дену то есть мне нужно сделать проходы в розарий насыплю земли больше укрою все черным спамбондом и наверное ну сверху будет мульчатом корали еще что то что смогу у нас купить вот какое-то такое дело а камни это здесь ой 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 сколько много часть камней пойдут в другие бордюры потому что они проседают с годами есть куда добавить ну а часть не знаю куда я думаю что я обязательно найду куда и обязательно их расфасую куда-нибудь ну что розы перезимовали все все доедино и я зная это дело я их осенью обрезала коротко вообще я розы обрезаю чуть длиннее чем в этом году ну в этом году от видно как коротко потому что ну многие я знала что поэт пойдут под обрезку и сейчас ведь придется кое-что обрезать санитарно а так если посмотреть ни одна роза не спрела не замерзла ничего с ними не случилось кроме одной вот здесь вот одна есть показывала вот одна есть но она и была посадка осенью г вот г она и есть г так здесь я сняла укрытие у меня здесь была роза плетистая маленькими мелкими красными розочками хорошо очень за прошлый год подросла она такая одна из можно сказать ну свеженьких здесь тоже клематис у меня все нормально и здесь клематис тоже все нормально осенью помните я покупала стефанандру вот раз-два куста и вот это стефанандра она перезимовала осенью на ярмарке у нас вот почечки и я хочу чтобы она вот так вот она стелется и будет закрывать камни здесь и здесь она хорошо разрастается все барбарисы которые в прошлом году сажала все прижились в общем то все нормально и еще две розы меня видно вот всем здравствуйте в рабочей одежды еще две розы сейчас опять открыла вот здесь здесь плетистая должна быть белая вот что-то написано леона кораллово белая плетистая но на самом деле какая-то вот здесь вот красная есть мне необходимо ее снять и вот это тоже должна быть белая плетистая это из молодых посадки а вот это казино роза уже взрослая тоже перезимовала вот вся 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 как видите да все нормально я ее не развязываю потому что нужно вот эти обелиски поставить легче будет под обелиской и туда запихать а потом уже я ее там все обрежу как надо да вот эти листья сниму и приведу форму она в этом году уже очень большая в том году до самого верха обелиска цветет желтыми желтыми розами ну в общем открыла все что можно и слава богу вот ветерок поднялся спонбонд улетел вот два спонбонда я оставила но я сейчас отсюда уберу просто проветрились да они будут у меня каждый вечер идти и в укрытие вот этой гортензии посмотрите штучки которые я в прошлом году покупала благодатном мире ведь выдержали такие огромные сугробы они были закрыты крематисы ими были оем были закрыты рододендроны вот ну а сейчас вот поставила сюда во первых слушать оригинально смотрится как такая клеточка да а во вторых будет играть роль сдерживающего такого элемента и я просто буду сюда наматывать на ночь толстый спонбон все-таки нужно чтобы это гортензия но сейчас ее не заморозить уж если она хорошо перезимовала так не хочется ее замораживать сейчас ей прям сразу понравилось она прям стала вся такая прям балдеет ну вот эти розы приведу в порядок сегодня только снимала целый день укрытия вы посмотрите дорогие друзья вот это все хозяйство тоже надо где-то держать это целый сарай нужен для того чтобы держать ненавистный мне спонбонд ну что делать ненавистный но очень нужный материал все подписала чтобы осенью уже понять какой с каким мешком куда бежать и кого укрывать ну а дальше дальше требуется очистка газона грабить убирать клумбы по кого-то уже подкармливать кого-то подрезать обрезать а в протеплицу я вообще молчу ну сами понимаете май на дворе дел не в проворот пойду подниму спонбонд всем спасибо за внимание себя показывать уже не стала потому что целый день сегодня с утра самого вечера занимаюсь вот этими всеми делами устала и некрасивая но довольная потому что совершенно другой вид вот это только меня еще раздражает до совершенно другой вид вот дата это у меня здесь снег могу все програбить и будет уже ну уже что-то хотя бы напоминать весну все всем пока крепкого здоровья мирного неба над головой